всем здрасте сказ о том как я сходила в пятерку и что я там купила как обычно пятерковый пакет тяжелый однако в общем там вообще я тупо хотела какой-нибудь сока но вдруг увидела что там есть какой-то сок я уже потом услышала голос человека который объяснял продавец там какой-то бабушки что типа это 3 плюс 1 или два по цене одного как-то так я гляну смотрю что там тоже вроде как акции оказалось что на купить четыре штуки и одна из них вот бесплатно так они типа там по 11 чем-то вы вышли а если покупать по одной штуке то 15 чем-то в общем я купила четыре вот таких великой глобальной деревни вишня как-то покупала уже хорошая сначала хотела все полноценный флакон купить эту упаковку там 950 миллилитров тут у нас 200 миллилитров в мозгу посчитала поднялась 69 рублей за 950 миллилитров или по 11 вот это вот выйдет как-то дешевле вот этими а потом еще вообще увидела акцию в общем вот один у меня вот у меня 2 вообще сначала хотела взять маленький коробочку персикового или какого-то там или абрикоса уж не помню нектара а когда поняла что это надо еще покупать дофига и вдруг их не выпью решила ограничиться вишневым в общем еще одна вишня ее конечно не видно но вы видите как я достаю и еще одна вишня что у нас тут еще купила я пакет молока последний рыбинский цены я на нем не увидела увидела уже на чеке за 47 чем-то у нас это рифинское цельное молоко сейчас узнаем сколько тут жирности 38 жирности 29 марта но сделано 24 часа после вскрытия и всего 700 хранится а у меня сейчас такая проблема женщина у которой я беру хоть и молоко на счет купит это молоко потому что так подозреваю на православное потому что она купит это молоко на пасху а пасха она делается из творога в общем я давно уже так недели 2 или типа того или дней 10 недели 2 или 3 или дней 10 ну короче сколько то там уже прилично без козьего молока хотя мне бабушка приносила двоюродная моя бабушка последняя бабушка из семейства смирновых и приносила значит мне немножко творожка ну там где-то не знаю когда она стала на раз но мне вышла на 2 раза в дар такой купила я себе самый дешевый порошок меня подружка дашка ругала на этот порошок мне вот ты мне посоветовал он такой парашный типа самый дешевый да еще и как будто бы это сода не знаю насчет сустава может это и правда сода и купила я себе вот такую фигню вообще покупаю уже за последнюю неделю хоть сегодня понедельник второй раз такую парочку дешевое самое средство для мытья посуды 500 миллилитров красная цена причем по моему она дешевле чем порошок раньше порошок такой был в другом пакетике и можно было его купить что-то за 12 рублей сейчас он вроде 14 или 16 как то так в общем что хочу сказать если у вас вдруг возникла ситуация что надо отмыть до хрена посуды и у вас есть огромная такая кастрюля эмалированная то вот эти два средства дешевая сердито как мне моя тетя сказала самое дешевое стиральный порошок и средства для мытья посуды в общем заливаете это все можно половинку по половинке того и другого в огромную кастрюлю эмалированную заливаете туда воду зафигачиваете туда посуду кипятите на мне вообще сказала 6 часов кипятить на 2 часа кипятила вот уже в третий раз вот и меня еще на четвертый раз возможно даже на пятый посуды дофига то короче воно в принципе все отмывается у меня даже отмылась моя крышка от сковороды который вообще ничем не могла отмыть но только люди пожалуйста не будьте как бы у вас жизнь при этом не замучила на тот момент когда вы решите помыть посуду покипятите и но потом уже помыть после того как прокипятили не будьте лоханутой лёли не кидайте туда алюминиевую посуду потому что она почернела вот именно от этой парочки она настолько почернела что я заколебалась в часа четыре вчера всеми возможными способами найденными в интернете и вообще которые я знала и нифига но не отмылась в результате лёля сегодня заказала себе хотя в принципе она там та старенькая была я бы все равно наверно заказала заказалась и на зоне за 500 чем-то грубо говоря у меня на 700 рублей вместе с доставкой вышел заказ на этот такую вот эту пароварку два в одном такая кастрюлька потом еще кастрюлька с дырочками а потом крышечка правда по отзывам было написано что дизайн у нее такой типа как советский союз сделано совсем недавно возможно потом даже вам повезет и я ее обозрю а может и не поведет короче алюминий нельзя вот этой хренью кипятить вы возможно знаете но я как-то вообще совершенно из головы на тот момент вылетела я зафигачила все что можно было побольше а потом когда заметила так уже смотрю на что-то так потемнело я достала достала звоню тете она говорит лёля я чё забыла тебе сказать что она мне сказала всю посуду которая есть но всю которая есть не захреначила чем я купила себе минералки девятнадцать с чем-то пол литра заповедник здоровья есинтуки номер 4 насколько я помню то ли мне надо было когда-то когда-то я болела этим желудком пить есинтуки четвертую то ли еще что-то ну короче периодически покупаю четвертую вообще так раз полгода раз в год когда клюнет а тут я целый месяц наверное хотела как минералку и вот тут меньше месяцев с дня варенья с юбилея моей тети я что-то хотела все минералки и вот там была минералка и мне что-то хотела думаю на дома купить минералку все забыла вот купила наконец-то минералку все правда вот такой и она совершенно не по скидке она просто так стоит еще купилась два огурчика каких-то пупырчатых на развес в пятерке же той же не за раз но с каждого наверное сделаю себе снова вот кто подписан на мой инстаграм или вконтактике потому что из инстаграма вконтакте попадают эти фоточки то там у меня была фотка на другой телефон сделанный он у меня наверное на кухне или на кровати вообще валяется вы его все равно видите в общем на алкотеле а мегафоновский смартфон подозреваю что это вообще фирмы хуэвэевский мегафоновский смартфон ибо там какие-то познавательные знаки есть ну короче говоря у него камера намного мощнее чем у этого и есть у меня там фотка где у меня фунчоза с курчиком с чесночком там зафигаченная короче очень вкусная когда-то просто брала у нашей кореянки на часовом районе в магазине этой корейской еды азиатской и этот фунчозу холодную с чесночком огурчиком подсолнечным маслом и чем-то еще и в общем я решила вот это вот повторить дома сама и получилось именно так и в горячем виде вкусно и в холодном виде вообще шикарно решила делать снова сегодня вот такой меня обзор кто более внимательный вот у меня уже второй такой обзор после видос точнее на том видосе на заднем фоне чуть больше барахла было сейчас барахла практически нет кто внимательный тот кое-что понял а кто не внимательный ну значит вам это и не надо всем пока